Здравствуйте! С вами программа «Горизонт» И сегодня мы попробуем рассказать о советском кинорежиссёре Андрею Арсеньевичу Тарковскому Андрей Арсеньевич Тарковский родился в небольшом селе Завражье, недалеко от города Юрьевец Ивановской области Его отец Арсений Александрович Тарковский был известным советским поэтом А мама Мария Ивановна работала корректором в одной из типографий Москвы Когда началась война, отец Андрея Арсеньевича Тарковского отправился добровольцем на фронт А мама воспитывала и кормила двоих детей Андрея и его сестрёнку Марину в голодной российской глубинке Однако в провинциальном городке семья Тарковских прожила недолго В 1943 году семья Тарковских снова переехала в Москву Детские годы он провёл с бабушкой, матерью и сестрой в деревянном доме В первом Щепковском переулке в Замоскворечье Образом отчего дома остался для него дом его детства в Юрьевце Где сейчас открыт дом в музее Тарковского Андрей Арсеньевич Тарковский сильно скучал по родному домику в Юрьевце Позже Андрей Арсеньевич Тарковский напишет о тех годах Жизнь была необычайно трудной во всех смыслах И всё-таки я получил много в жизни Всем лучшим, что я имею в жизни, тем, что я стал режиссёром Всем этим я обязан матери В 1954 году Андрей Арсеньевич Тарковский поступил во ВГИК Где и стал постигать все премудрости режиссуры Главным педагогом и наставником в годы его учёбы стал Михаил Ильич Ром Воспитавший целую плеяду талантливых кинорежиссёров Ещё будучи студентом, Андрей Арсеньевич снимает ряд короткометражных фильмов Которые будут отмечены многими известными критиками Однако настоящий его кинодебют произошёл лишь в 1962 году Когда на экран Советского Союза вышел фильм «Иваново детство» Картина получила главный приз на кинофестивале в Венеции И вдохновила целый ряд режиссёров Фильм повествовал о судьбе 12-летнего разведчика Ивана Игранде премию в Венеции Андрей Тарковский, и она очень симпатичная Одна из самых интересных людей, которые есть в Венеции То, вы скажите что-то о том фильме, о том, о том, о том, о том фильме? Наш фильм направлен против войны Против войны, которая нарушает естественные процессы жизни И убивает не только физически, но и духовно Это фильм о расстрелянном детстве Это фильм о расстрелянном детстве В детстве, которым заложено всё наше будущее Будущее мира Вот о чём вкратце наш фильм Тема детства, снов, воспоминаний Прослеживается почти во всех фильмах Андрея Арсеньева Четарковского В 1974 году режиссёр снял свой самый исповедальный фильм «Зеркало» о своём детстве, о маме Интересно, что авторская заявка Андрея Арсеньевича Четарковского И драматурга Александра Николаевича Мишарина На будущий фильм «Зеркало» была представлена студией Мосфильм Ещё в декабре 1967 года В свидании наших каждое мгновенье Мы праздновали, как Богоявленди, одни и на целом свете Ты была смелей и легче птичьего крыла По лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала И вела сквозь влажную сирень в свои владенья С той стороны зеркального стекла И сегодня мы хотим провести небольшой эксперимент Мы зададим вопросы, поставленные 50 лет назад В сценарии фильма «Зеркало» нашим сверстникам И узнаем, что же их волнует И как бы они ответили на те же вопросы Поступались ли вы когда-нибудь своей совестью? Если да, то при каких обстоятельствах? Я думаю, что каждый человек на протяжении своей жизни Когда-либо поступался своей совестью Потому что, как правило, все действуют выгоду себе Но конкретного примера я сейчас привести не могу Потому что, да, это было много раз Не было ли случаев, когда вы, поступив в высшей степени принципиально Страдали от результатов своего поступка? Если страдала, то от каких-то внешних проявлений Потому что все-таки принципы, они для нас важны И когда мы поступаем согласно с ними То мы чувствуем душевное равновесие в какой-то степени По крайней мере, у меня так Как вы могли бы сформулировать такое понятие, как история? Я считаю, что история — это совокупность многих историй Историй жизни отдельных людей Нельзя сказать, что это только даты или какие-то хронографии Это жизни людей, собранные в одну общую картину Представьте фотоальбом, видите историю, к примеру, своей семьи Также история России и других стран Это что-то большее, что-то интересное, что-то сакральное Вам никогда не казалось, что когда люди веселятся Вы чувствуете себя среди них лишней? Умеете ли вы веселиться? Наверное, нет, потому что обычно, когда люди веселятся Они не думают о чем-то плохом Например, о том, что им кто-то не нравится в компании И поэтому нет А вы умеете быть веселой? В некоторой степени Почти у всех людей вид проходящих поездов вызывает грусть А у вас почему? Наверное, у других людей он вызывает грусть Потому что символизирует что-то уходящее Например, прошлые людей Какие-то их переживания Других, например, людей У меня он не вызывает грусть Наоборот, скорее Как вы относитесь к эгоизму? Ну... Человека можно понять Я плохо отношусь к эгоизму Так как эгоист может оказаться предателем Я считаю, что эгоизм это плохо Потому что нужно ко всему относиться с добром Что вы цепите в современной молодежи? Энергичность Оригинальность Так как многие люди нашего поколения любят самовыражаться Чувство юмора Ведь некоторая молодежь очень смешно шутит И даже приятно слушать Если бы мы как в сказке исполнились три Ваши желания Чего бы вы попросили? Я бы, во-первых, попросила Наверное, миллион желаний Я бы просила, чтобы во всем свете Не было зла и только добро Я хочу, чтобы я управлял На самом мощном истребителе Который летает в большую скорость Я бы пожелала всему миру счастья, здоровья и любви Успех фильмов Андрея Арсеньевича состоялся еще И благодаря совместной работе С высочайшими профессионалами своего дела Операторами Вадимом Ивановичем Юсовым Георгием Ивановичем Рербергом Режиссером и сценаристом Андреем Сергеевичем Кончаловским Композиторами Эдуардом Николаевичем Артемьевым Вячеславом Александровичем Овчинниковым А также замечательными актерами советского кино Никогда Андрей Арсеньевич Тарковский Не будет вноситься к искусству как к ремесуре Режиссер это такой же художник Как живописец, поэт, музыкант И поскольку от него требуется Отдавать всего себя целиком То довольно странно бывает наблюдать Ну, что ли, режиссеров Которые, ну, что ли, относятся к своей работе Как к какому-то положению особому Которых поставила судьба Просто эксплуатируют свою профессию То есть они живут одним способом А картины снимают совершенно другую То есть я хотел бы сказать режиссерам Прежде всего молодым О том, что они должны отвечать морально Нравственно за те поступки Которые они совершают, делая фильмы Понимаешь? Это самое главное Ну, и во-вторых То, чтобы они приготовили к себе Той мысли о том, что Кино слишком Тяжелое, серьезное Искусство, оно требует Жертву тебе Многие ребята нашего поколения Тоже добьются больших успехов В творчестве, в науке, в спорте Нужно стремиться к лучшему И, конечно, много трудиться Что по вашему мужским характеру? Прежде всего, это Огромное сердце и гостеприимность Русские люди Также обладают огромной силой воли Русские люди Русские люди Русские люди